На судебное заседание страна защиты пригласила медицинского психолога Ярослава Соколова. Тот охарактеризовал Михаила Старцева как человека стрессоустойчивого, который может объективно действовать в предсказуемых ситуациях. Но вот что касается криминальных, опасных для подсудимого, то выбирать адекватные средства защиты тот не может. Страна защиты попросила прикрепить результаты психологического исследования к материалам дела. Гособвинение и страна потерпевшего возражала, мол, психолог основывается лишь на показаниях части свидетелей и не руководствуется видеозаписью. Кроме того, гособвинение настаивает на умышленном причинении вреда здоровью Рохлову, так как потерпевший не представлял никакой опасности для Старцева. Сегодня прокурор потребовал для подсудимого 12 лет лишения свободы. На судебном заседании выступила Светлана Рохлова. Она отметила, что Михаил Старцев с 27 декабря находится под подпиской о невыезде и может пользоваться сотовой связью. Но свои извинения родственникам погибшего Павла Рохлова он так и не принес. 9 марта состоится следующее судебное заседание. На нем выступит сам Михаил Старцев и сторона его защиты. Пока же от официальных комментариев обвиняемый воздерживается. Слишком тяжко, наверное, говорить Михаилу Александровичу. Но вы придете 9-го, а мы скажем вам. Сейчас не хотите. Валентина Аскерова, Вадим Быстревский. День с толком.